Привет, друзья! Вы на канале Панвик ТВ. Меня зовут Виктор Панин. Мы сегодня делаем видео. Видео делаем в честь того, что сегодня 25 апреля и мне 28 лет. Плюс еще делаем подведение итогов и планы на год. Объясняю. Теперь каждый год 25 апреля будет выходить видео, видео подведением итогов и что у меня на следующий год, какие планы. Так вот, сразу же хотелось бы выразить всем огромное благодарность за ваше поздравление, за ваше напутствие, за ваше желание. Я обязательно буду действовать так, как вы пожелали. Всем огромная-огромная благодарность за то, что вы про меня не забываете. И сегодня, друзья, так как мне исполнилось 28 лет, сегодня 25 апреля, я хотел бы, наверное, снять немного о своей биографии, то есть рассказать чуть-чуть о себе. И начну с чего? С того, что вы уже, в принципе, знаете, что меня зовут Виктор Панин, но некоторые путают, конечно, называют Виталием. Но ничего страшного, это имя постоянно путают, так как меня, например, называют Витя. Ну, это лишнее, я не буду сейчас рассказывать. Хотелось бы с чего начать? С того, что я родился в городе Кашира, прожил здесь практически всю свою жизнь, до каких-то периодов своей жизни, где мне приходилось отлучаться из города. Например, в два года, когда мне исполнилось, мы пожили какое-то время сначала в городе Ступино, у моей двоюродной бабушки. Потом я у нее достаточно часто гостил. И, в принципе, отсюда я начал понимать о том, как мне нравится именно дорога. Потом мне еще в 16 лет, когда мать начала жить с отчимом, отчим у меня дальнобойщик, и я несколько раз с ним ездил по разным городам России, такие как Воронеж, Новороссийск и прочее. Я понял о том, что мне нравится путешествовать и то, что мне нравится смотреть на разные города. То есть, как я уже говорил, видеть все своими глазами. В какой-то момент мы поехали в Белоруссию, да, я посмотрел там на эти тоже города разные в Белоруссии. И я понял то, что все, путешествие это мое, что мне нравится. По поводу учебы, да, не знаю, стоит ли об этом рассказывать, да, учился я достаточно плохо. Учился я на двойке, на тройке, иногда, может, где-то мне подался четверки. По причине того, то, что у меня есть именно своя фраза, которую я, наверное, всю жизнь буду придерживаться, да, меня многому учили, но все оставалось, по-моему, у человека одна жизнь, и он должен жить по-своему. Я этой фразой всю жизнь придерживаюсь, да, потому то, что, чтобы меня не учили, да, я все равно буду делать по-своему, да, то есть мне сказали не трогать электричество. Я пока что сам не попробую, то, что он ожжет, да, я этого не пойму. Это к примеру. И поэтому я и привык, наверное, вот делать все самостоятельно, либо кого-то просить, чтобы мне помогли, но в этом буду тоже участвовать я. По поводу образования. Образование у меня железнодорожное, да, заканчивал я железнодорожный Путягул, ГПЛ номер 14, города Ожерель, на помощника-машиниста. Закончил, попробовал работать я на железной дороге, но мне это очень-очень не понравилось, и я пошел в дальнейшем работать уже в торговле. В торговле я работаю уже достаточно много, то есть если сравнивать, с 20 лет я в торговле, и получается 7 лет в торговле, но при этом были перерывы на продажу, то есть я работал как в продаже, так и в торговле. То есть это не надо путать в продаже, это та, когда ты ищешь клиента, а торговля тогда, когда клиент приходит к тебе. И вот здесь плавно мы подходим к тому, то что где сейчас я работаю, да, куда я устроился и чем я сейчас занимаюсь. Работаю я на данный момент в городе Домодедово, в аэропорту Домодедово, работаю я в Runway Duty Free, работаю продавцом-кассиром. То есть да, скрывать мне нечего, то есть да, мне всю жизнь нравится торговля, мне нравится общение с людьми, и, наверное, людям тоже нравится общение со мной, как бы многие об этом говорят, со мной весело работать. Работа мне чем нужна, да, первое, о том, что у нас в этом году с Кристиной будет роспись, второе, о том, что нам нужно сейчас работать на новую камеру, камеру именно в видео, либо экшн, да, Xiaomi немного себя не оправдала, так как я именно хотел, чтобы она снимала, к сожалению, не получилось. И сейчас я коплю на камеру Sony, но какую-что раскрывать я не буду, то есть вы это увидите в будущем в видео. Также это у меня дом, да, то есть вы уже видели маленько его, я сказал, что я сниму на него обзор, но я его сниму тогда, когда все начнется, то есть дом этот надо много, в нем многое что переделать, то есть начинать, то есть с забора заканчивать крышей, да, то есть вот можно сказать так, то есть от калитки до порога, то есть абсолютно все переделать, вы это все увидите тоже в обзоре на дом. Но так как сейчас Кристина может показать, в принципе, да, в том, что весна еще только-только входит в свои права, я как раз хочу снять это, когда уже весна войдет в свои права и будет уже все распускаться, все цвести, и будет вообще красота. Потому что сейчас снимать, ну, нам пришлось очень долго выбирать место, где снимать, если честно. Это вот то, что по поводу работы. Какие планы у меня вообще на будущее, связанные с моей биографией, да, о том, что вот мне нравится путешествовать. Планы – это вот, как я уже говорил, отснять Московскую область, да, то есть показать города, которые мне понравились, да, которые, например, тому, что я не видел, например, я никогда не был в городе Подольск. То есть я был в больших городах, и там есть что снять. А вот меня еще интересуют города, в которых я не был. И вместе с вами как раз это все и посмотреть. Здесь дальше мы подходим к каналу, название канала, да, о том, что я говорил, о том, что я хочу сделать три канала. Я все-таки это передумал, меня от этого отговорили. И я хочу теперь сделать один канал, сделать одну рубрику, ту, которую вы уже видели, как многие мне сказали, она им нравится, и нравится название этой рубрики – «Объективная жизнь». И название канала, скорее всего, будет таким же – «Объективная жизнь». То есть жизнь через объектив, то есть показать вам, как я живу, что мне нравится. Может, это и понравится и вам, потому что уже даже некоторые люди мне сказали, что их удушевляет мое стремление, то, что я перед собой ставлю какие-то задачи, я к этому иду. Да, многие могут осудить, сказать, вот тебе 28 лет, нет, будешь взялся за голову, родил детей или что-то еще. Ну, во-первых, я детей не рожаю в любом случае, и не мне пока что это делать, я еще сам ребенок. То есть да, в 28 лет я считаю себя еще ребенком, который еще пока что не достиг всех своей целей, которую поставил перед собой лет 18 примерно. То есть 10 лет прошло, и я еще не достиг всех тех целей, которые поставил себе в 18 лет. Какие у меня цели? Написать рассказ. Несколько. Соответственно, это выпустить книгу. Плюс еще то, чтобы свои стихи, да, тоже либо записать на видео, либо записать вообще на звук. Были мысли о том, что создать какой-то свой музыкальный альбом. Посмотрим. У меня есть теперь на это 2 года. Но какие планы на год? Первое. Это роспись Кристиной. Это вы увидите, это будет на это видео. Второе. Это покупка камеры. Тоже вы увидите какую. То есть множество идей по камерам, да. То есть фотоаппарат, на который мы сейчас снимаем. Я очень сильно хочу купить на него объектив, парочку штук, для того, чтобы фотографии были намного более красочными, более естественными, да, то, чтобы не на один объектив фотографировать. Плюс то, что отснять именно города Подмосковья и свои стихи выпустить, да. То есть сейчас, когда, еще раз повторюсь, весна придет свои права, я хочу как раз попробовать заснять все свои стихи. То есть, да, вот в один раз, вот на природе, то есть, чтобы было красиво. Потому что в Кашире очень много красивых именно мест по природе. И я вот как раз хочу вот эти вот места вам все продемонстрировать, да. Может, когда-то будут стихи, они немного будут как бы со сценарием, да. То есть, как вот вы, например, видели в стихе «Богатый и знаменитый», да, о том, что какой-то там был сценарий. То есть, соответственно, первое – банк, деньги. Второе – это строительство дома. Третье – это мечта. То есть, да, у меня есть своя мечта, и вы увидели, сзади меня была мечта. То есть, да, вот это какой-то сценарий. Я этот сценарий теперь хочу переснять, потому что меня попросили говорить на камеру, соответственно, свои стихи более выразительно. Я как раз хочу этот стих переснять более выразительно, да. То есть, соответственно, так же банк, так же строительство, так же мечта. То есть, да, сценарий не поменяется, но само произведение, как я его буду говорить, оно поменяется. Теперь давайте немного поговорим о новостях. Новости какие? Совсем недавно, 23 апреля, я ездил на выступление начинающего творческого коллектива. в котором участвует один из моих друзей. Вы его видели в видео под названием «Тест камера в темноте». Его зовут Антон Баклунов. Совсем скоро я хочу взять у него интервью по поводу всех его целей, по поводу его достижений, по поводу его будущего развития. Это видео, как они его смонтируют, выложат у себя, я буду его размещать в своей группе ВКонтакте. Также оно у меня будет на странице. Те, кто есть у меня в Ютубе, вы можете спокойно добавляться ко мне в группу ВКонтакте. Она будет с ссылочкой в описании, можно ее посмотреть. И, соответственно, добавляться и ждать этого видео. То есть видео на самом деле будет интересное. Их выступление мне очень понравилось. Камерная сцена, я ее всегда любил. Они продемонстрировали реально не любительский характер, а профессиональный. То есть они профессионально выступили, по моему мнению. Вторая новость. Завтра мы едем в город Орехово-Зуево на выступление брата Кристины, подведение итогов его танцевального коллектива. Кристина, я буду работать в ночь, поэтому это видео, этого подведения итогов, будет снимать Кристина. То есть да, оно тоже будет на моем канале, вы его увидите и вы сможете его, соответственно, оценить. То есть да, как танцует ее брат, и, соответственно, она немножечко пообщается с ним. То есть он расскажет, то есть вы, брат, этого видели в Абхазии, и она немного с ним пообщается. Он тоже расскажет о своих впечатлениях, ну, о своих впечатлениях подведения итогов своего танцевального коллектива. И, соответственно, в новостях пока что все, потому что уже сказалось о том, что я работаю в аэропорту Домодедово, о переименовании канала. И, в принципе, пока что все. То есть вот это вот все новости. Подведение итогов, да, давайте немного подведем. Первое. Биография. Если кому-то интересно, да, чтобы я рассказал о себе более подробно, а не так скомканно, да, о том, что где я учился, что я закончил, где я родился, как я жил. Если вас интересует о том, то, чтобы я рассказал это более подробно, то, пожалуйста, в комментариях вы пишите о том, то, что вы хотели бы знать о моей биографии, да, о моей жизни. Я об этом сниму видео. Второе. Переименование канала, да, я так думаю, это будет особо правильный именно подход. То есть канал будет называться Panvik TV, объективная жизнь, да. Оно будет длинное, но его всегда будет можно удобно найти. Третье. Это то, что видео я очень хочу сейчас начать снимать намного чаще, да, но есть причина в том, что тот контент, который я сам создаю, да, то видео, которое я вам подаю, оно мне не особо нравится. Я хочу именно снимать более качественное, более, чтобы картинка была более красочной. Поэтому я жду, когда я накоплю, наконец, на камеру, я и куплю. Сколько я говорить не буду, а то это будет тоже спойлер, сколько она стоит. Тогда вы, в принципе, будете уже догадываться, какую камеру я себе хочу. Будут у меня несколько видео о интервью, интервью с моими знакомыми, с моими друзьями, которые в своей жизни, да, чего-то добиваются постоянно, чего-то как-то действуют. То есть я их тоже хочу вам продемонстрировать, да, с какими-то из них я буду брать интервью. Потому что, чтобы показать то, что вот люди, те, которым уже давно даже, за 25, да, либо вот только-только недавно стукнуло, они все равно не оставляют свои надежды, либо своей веры в самих себя и стараются добиться своих целей, которых они делают, да. В основном меня такие люди и окружают, да, и поэтому я, наверное, еще в 28 лет, я и не закончил до сих пор идти к своим целям, своим желаниям. Потому что меня именно такие люди и окружают, которые даже, несмотря на свои преграды, которые у них появляются, они эти преграды как будто не замечают, идут дальше. Поэтому огромное вам благодарность за то, что вы посмотрели данное видео. Ставьте лайки, дизлайки, делайте что угодно, да, пишите комментарии, задавайте вопросы, мне очень нравится, как вы это... То, что вы спрашиваете у меня что-то, да, меня очень сильно заводит именно в том, что когда вы пишете какие-то лестные слова, да, или даже их, если нет, какие-то у вас вопросы появляются. Мне именно хочется дальше работать, снимать и прочее, и прочее. Еще также в подведении итогов, в любом, вот то, что я сейчас рассказал, если у вас появились какие-то вопросы, спрашивайте, да, я отсниму отдельное видео. Огромная вам благодарность еще раз за то, что вы посмотрели данное видео с моим сейчас гнусалным голосом, потому что я немного приболел. Да, вот так вот вообще неприятно болеть, наверное, в свой день рождения. Но мне так кажется, что может даже получилось более эпично это видео, из-за того, что я немножко волновался, да, и сейчас то, что я снимаю впервые это подведение итогов, да, я, может, из-за этого немного переживаю и волнуюсь. Но я думаю, оно должно было получиться очень интересно. Ставим лайки, дизлайки, пишем комментарии, добавляемся ко мне во все мои существующие социальные сети и продолжаем подписываться на мой канал. Всем пока!